На этих кадрах бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. 3 июля он выступил по видеосвязи в суде Тбилиси из больницы, куда его в мае прошлого года перевели из тюрьмы в связи с ухудшением здоровья. «Вот до какого состояния они довели меня», — заявил Саакашвили, подняв майку и показав измождённое тело. «Может быть, я физически слаб, но внутри я самый сильный. У меня сильный дух, и я чувствую себя сильным. Я хочу сказать нашим украинским друзьям, что я гордый гражданин Украины, конечно, и Грузии, и я горжусь теми грузинами, которые защищают Украину, и я горжусь своим президентом Зеленским и благодарен ему за поддержку». Напомним, в Грузии против бывшего президента возбуждено пять уголовных дел. На судебном заседании в понедельник рассматривалось одно из них. О разгоне митинга в 2007 году, когда Саакашвили был президентом Грузии. В суде он заявил о своей невиновности. «Всё это происходит потому, что в 2003 году, во время революции Рос, мы спасли государственность Грузии и победили коррупцию и преступность. Коррупционеры и преступники отомстили мне. Это месть Путина, олигархов и преступников против меня». В свою очередь адвокат Саакашвили обратился к суду с требованием разрешить группе иностранных врачей посетить бывшего президента в больнице для оценки состояния его здоровья и лечения. «Как вам известно, Михаил Саакашвили был госпитализирован в клинику VivaMed в мае 2022 года. Несмотря на то, что прошло больше года, прогресса в его лечении нет, и это было видно на сегодняшнем судебном заседании. Недопущение Международной медицинской комиссии к Михаилу Саакашвили ставит под угрозу его здоровье и жизнь». Власти Грузии долгое время отрицали, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, и заявляли, что он симулирует болезнь. Его родные и сторонники опасаются, что политика могли отравить. Сообщается, что с момента задержания Саакашвили в конце сентября 2021 года он похудел почти на 60 килограмм. Президент Украины много раз требовал от властей в Тбилиси отпустить Саакашвили на лечение за границу. В понедельник он вновь обвинил правительство Грузии в намерении убить политика, который является гражданином Украины. Гражданство Грузии он был лишён в 2015 году. «Сегодня мир ещё раз увидел, как Кремль, к сожалению, руками нынешнего грузинского правительства, убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Человеческая жизнь является наивысшей ценностью, и мы не можем допустить, чтобы Михаила просто убили. Украина неоднократно призывала грузинские власти прекратить эту демонстративную казнь». МИД Украины в своём комментарии, опубликованном 4 июля, предложил послу Грузии в Киеве Георгию Саакашвили вернуться на родину для проведения консультаций, для поиска путей решения из-за резкого ухудшения состояния здоровья бывшего президента Грузии. «Такое отношение к Михаилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины». В свою очередь, Министерство иностранных дел Грузии выразило глубокую обеспокоенность решением властей Украины выслать грузинского посла в Украине в Тбилиси. «Эта акция представляет собой крайнюю форму эскалации дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев идет на этот шаг против дружественного государства и народа». На фоне такого развития событий решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. С призывами отпустить Саакашвили на лечение за границу не раз обращались к властям Грузии в Брюсселе. В феврале Европарламент выпустил резолюцию с требованием освободить экс-президента страны и позволить ему пройти надлежащее лечение за границей. Жесткой реакции Брюсселя на опубликованные накануне кадры с изможденным Саакашвили пока не последовало.